По левую руку от меня главный вход. Через эти двери будут зрители к нам попадать. Пока видами любуются только сотрудники сказки. Уже несколько недель репетиции проходят в новом здании. А репетирует премьерный спектакль «Паша» по мотивам рассказом Павла Силукова. Кстати, за него взялся белорусский режиссер, обладатель «Золотой маски» Александр Янушкевич. Признался, что даже немного завидует барнаульцам. Построить в наше время вдруг для детей, для взрослых театр с нуля – это прям событие раз событие. Это очень радует и даже завидно. По-доброму. По технической части новый театр не уступает известным европейским театрам кукол, признают сотрудники. Для нас провели небольшую экскурсию. Изменился зал, сцена и начинка. Здесь нам удалось достигнуть идеального звука и света. Новые звуковые остановки, современные пульты и микшеры. Обновление и вне зала. На входе будут металлоискатели, кассовый аппарат для безналичной оплаты. А сам театр сможет принимать всех зрителей. Все условия для приема зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Есть лифт для поднятия на второй этаж. Есть специальный навигатор. Кстати, этот зал тоже новый. Называется он театр на подушках. Детки будут рассаживаться на подушках. Если ребенок устал, он может вытянуть ножки, он может полежать. Вот такие двигающиеся у нас герои, как вот такие планшетные, так вот уже и мы видим куколок. Новое издание, оно, конечно же, вдохновляет нас на внедрение смелых, прогрессивных каких-то проектов, на работу с разнополярными, разноплановыми режиссерами и художниками. И, конечно же, нам хочется, чтобы наш зритель был. Это не только дети, это и подростки, это и молодежь, приходящая на авангардные постановки. Уже совсем скоро здесь покажут четыре новых спектакля, два из которых с возрастным рейтингом 16 и 18+. Кстати, в 70-х сказки были постановки для взрослых, а сейчас здесь собираются покончить с возрастным стереотипом. Новый театр кукол «Сказка» начнет свою работу с 1 сентября. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов, День с толком.